Безопасность на дорогах. В отделе ГИБДД Межмуниципального управления МВД России Щелковская прошла пресс-конференция. Ее тема – правила дорожного движения при перевозке детей в автотранспорте. С наступлением весны, как, впрочем, и в другие времена года, все родители должны с высочайшим вниманием отнестись к соблюдению правил перевозки детей в автомобилях. На это нацелен социальный раунд по безопасности дорожного движения «Маленький пассажир. Большая ответственность», который проводится в Подмосковье в рамках реализации регионального проекта «Безопасность дорожного движения». Организатор – госавтоинспекция совместно с Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры, а также с Министерством образования правительства Московской области. В 2021 году на автомобильных дорогах в нашем регионе зарегистрировано 184 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних пассажиров, в которых погибли 16 детей и 210 получили травмы различной степени тяжести. Каждого пятого ребенка, попавшего в ДТП, родители перевозили с нарушением правил дорожного движения. Почти половина этих происшествий стала следствием грубых нарушений правил безопасности дорожного движения, допущенных родителями. За прошлый год сотрудниками органов подмосковной госавтоинспекции было выявлено более 41 тысячи нарушений правил перевозки детей в автомобилях. «Наша задача в рамках раунда – донести дорожительную информацию о том, что детские удерживающие устройства – это наиболее эффективный элемент обеспечения пассивной безопасности маленьких пассажиров. Эти знания должны способствовать формированию базовой установки. Сел за руль, проверить, чтобы ребенок был пристегнут. При этом каждый родитель обязан понимать, что детское кресло или ремень безопасности должны использоваться при любых обстоятельствах, вне зависимости от дальности поездки и условий движения. В ходе раунда, который продлится до 18 апреля, тематические мероприятия должны охватить все муниципалитеты Подмосковья». Одним из главных инструментов социального раунда станет серия тематических мультимедийных продуктов, поднимающих вопросы нравственности и ответственности взрослого перед ребенком. Кроме того, Подмосковная госавтоинспекция организовала площадку для обсуждения проблематики на своем официальном телеграм-канале, к которому может подключиться любой пользователь мессенджера. Модераторы канала организовали обратную связь по обсуждаемой теме. Здесь будут размещаться материалы, которые помогут водителям автотранспорта узнать более подробно о правилах дорожного движения при перевозке детей в автотранспорте. «Мы с вами должны понимать, что маленькие пассажиры – это действительно большая ответственность, потому что родители несут ответственность непосредственно за жизнь и здоровье ребенка, и если он не придерживается правил перевозки ребенка, то, соответственно, подвергает его жизнь опасности. Вот. Минимум, что может быть, это штраф предусмотренный в размере 3000 рублей в соответствии с статьей 12.23 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Ну, а как максимум это может привести к не очень хорошим последствиям, даже к трагическим». Социальный раунд «Маленький пассажир. Большая ответственность» будет проходить с 21 марта по 17 апреля. До его начала Госавтоинспекция предлагает участникам дорожного движения в своем телеграм-канале пройти опрос, который поможет органам власти принять необходимые меры в области профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. Андрей Циходович, Валерий Жглей, Щелковское телевидение.